Дальше, что дальше? Дальше покажу. То, что летом я связала. Начала я, наверное, еще весной. Это кардиган. Сейчас я его надела, покажу. У меня был бзик на этот бирюзовый цвет, но этот цвет, мне кажется, он мне не сильно идет. Вот. Пуговицы я пришивать не хотела, молнию тем более. Мне хотелось просто, чтобы был вот такой запах. Он хлопковый. Это тоже пряжа, это 100% хлопок пряжи Сиан. Ну вот я не помню, что именно это за пряжа. Я напишу все там внизу. Ну, мне понравилось, что получилось, но он полностью шивной. Рукава вязались отдельно, и они не в круговую, а вот у меня тут шов есть. Значит, вот здесь вот окат, полочки отдельно, спинка, естественно, отдельно. В общем, вот, да, и горловина вязалась отдельно. Но вот полочка у меня, полочка у меня была связана вместе с, да, полочка вместе с краями. В общем, края отдельно я не привязывала, как они там называются. Вот. Мне очень нравится. Я ходила в нём гулять много раз, одевала. Но он, конечно, такой чистолетний, потому что он в дырочку. Если какой-то ветер, то, конечно, в нём прохладно его продувает. Одеть очень классно его с короткими шортиками. Он у меня... Ой, видео, наверное, не покажет. Нравилось? Вот. Хотя я помню, когда-то я зарекалась, что рисунки с дырками я не люблю и никогда вязать не буду. Вот. Так что... Мне понравилось. Очень классно. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Мне интересно, нравится вам или нет. Вот. Кстати, можно ещё сюда какой-нибудь поясочек, например, чтобы вот эти вот штуки не разлетались. Можно сделать поясочек вот так вот надеть. Будет тоже очень здорово. Вот. Это то, что летом вязалась. Это долго, кстати. Вязать хлопок мне нравится. Не вижу ничего в этом такого неприятного. Или там... Не знаю. Летом хлопок вязать очень приятно. Вот шерсть летом вязать неприятно. Очень жарко. И вообще, я помню, я вязала двойную шапку на спицах на двойке, по-моему, или на... Ну, на два с половиной, наверное, где-то. Двойную шапку с ранами. И я вязала, наверное, месяц. И мне было очень жарко от неё. Она шерстяная. Это ужас просто. Вот. Так что вот этот кардиган мне нравится. Кстати, рукава были три четверти. Были. Немножко вытянулись. Стали такие. Не то, не сё. Ну, можно вот так вот задёрнуть и нормально. В общем, поэтому он такой не самый идеальный вариант. Но мне он нравится. Я его люблю. Так. А сколько на него ушло? Я не помню, сколько на него ушло. Я всё напишу внизу. Я всё померю. Все реквизиты. Все реквизиты своих изделий я оставлю внизу. Так что вы посмотрите. Стрелочку там внизу откройте и посмотрите. Если что-то я вдруг пропущу и забуду, спрашивайте, я отвечу. Так. Это лето. Дальше я вам покажу, значит, что я ещё вязала. Летом я ещё вязала бабушке без рукавку. Моя бабушка очень любит без рукавки, которые в дырку. И шерстяные такие мохнатенькие. Я вязала... У меня очень старые нитки были. Давно-давно. Не старые, просто они давно очень лежат. Дай бог памяти, сколько... Как они называются? В общем, какая-то наша пряжа, которую я покупала в самом начале. Что-то из неё вязала, распускала, вязала, распускала. Это, в общем, понятная история для всех нас, кто вяжет. И она у меня лежала, лежала. И бабушке понравился цвет. Просто коричневый, тёмный. И она... У неё была предыдущая без рукавка, но она была не шерстяная. Тоже она вязала как-то в молодости, но она у неё уже износилась. И она попросила, в общем, меня связать. Сначала как было? Сначала она говорит, дай мне нитки, я сама свяжу. Что-то у неё не пошло. Говорит, Женя лежит и мне. Вот. Я ей вязала. Вот летом довязала. Я вставлю вам фотографию, как на бабушке она смотрится. Мне понравилось. Получилось неплохо. Буговица бабушка потом сама пришла, которые ей понравились больше. Вот. Ну, нормально. Кстати, пряжа очень неплохая. Она даже такая на ощупь была, мне показалось, шелковистенькая. Она потом распушилась хорошо. Вот эти дырочки, которые... В принципе, под эту пряжу вот именно этот рисунок подошёл. Она немножечко распушилась, получилась такая вот хорошенькая. И бабушка летом на даче, там, или когда уже холодно, уже к осени, она её одевала. Выходила там в огород, делала какие-то свои дела. В общем, и дома тоже она её носит, когда холодно. В общем, вот такие дела. Я очень собой горжусь. Я молодец. Вот. Так. Ну что, продолжим дальше. Значит, ещё я связала варежки. Варежки сейчас у меня их нету, потому что дочка в садике, и в садике эти же варежки вместе с ней. Вот. Ну, что я хочу рассказать. Варежки эти я вязала из тоже какой-то... То ли наша пряжа, то ли пряжа какая-то вот. Она не очень дорогая. Я только помню, что написано было 100% шерсть, ластер. Я не знаю, что это значит. Единственное, я поняла, что расход у неё очень большой, и изделие получается тяжёлое. Вот. Это мне не очень понравилось. Эта пряжа я покупала для разных варежек. У меня оставались какие-то там остатки. И я вязала... Я вязала, в общем, дочки свои варежки. У меня есть мастер-класс на эти варежки. Можете посмотреть внизу. Сейчас эти варежки выглядят совершенно иначе, не так, как на видео, потому что они истрепались. Из них полез вот этот... Не просто катышки, а прям ворс какой-то пошёл. Я не знаю, что это. Я ещё не стригла их. Машинка не проходилась. В общем, они, конечно, истрепались прилично. У меня есть варежки, которые я вязала в прошлом году из очень дорогой пряжи. Не помню, но я помню, что она вообще в разы дороже. Но там есть акрил. Вот. И она тоже трепались, они прилично стирались много раз. Я с ними не церемонилась. Эти детские вещи без конца, они же, ну, в грязи, в земле, в снеге. Они постоянно сушились на батареи, на мощной батареи. У нас пышет очень хорошо. Горят, можно сказать. Мы аж затыкаем их. Дом тепло. Вот. И варежки у нас сушились на батарее. Вот как вот, ну, в инструкции написано. Пряжу надо в развернутом виде на полотенчик. На всё такое. Ну, может быть, какое-то там красивое, дорогое изделие на себя. Там платье или какой-то свитер. Конечно, ты будешь с ним церемониться. Но с детским варежками ты это делать не будешь. Хотя, в принципе, и с той же дорогой пряжей они связаны. Вот дорогие варежки и дешёвые. Разница очевидна для меня. Для меня очевидна. Вот. Но, в принципе, ходить можно. Ничего там страшного нету. Ей надо ещё связать пару. Итак, идём дальше. Идёт, значит, аксессуары, так скажем. Это уже так. Тоже мои варежки. Я вязала для себя. У меня осталось от... Вот этот у меня есть свитер из яка, шерстияка. У меня осталось низкомоточек. Я связала варежки и шапочку. Вот такой рисунок. Это рисунок японских узоров. Я напишу из какой книжки, какой номер узора. Значит, здесь у меня был итальянский набор. В принципе, зря я его сделала. На шапке я сделала обычный набор. Ну, как мы стандартно набираем на спицы. И, в принципе, видите, какая как юбочка получается. И она вот такая. Настолько пряжа нежная из яка, что она... Ей не нужно что-то такое вот, чтобы не стягивалось. Она и так сама в себе так расползается прилично. Вот такой рисунок. Мой любимый пальчик, который топорщится. Не знаю, люблю я вот такие варежки. Мне очень понравилось. Ношу с удовольствием. Варежек у меня уже много. Я связала, поэтому на них останавливаться. Не вижу смысла. Шапочка вот. Тоже здесь у меня просто идет цепочка из две лицевые. И они как-то перекрещиваются где-то там. Макушку сейчас покажу. Вот только не знаю, мне тут нужно пум-пон или не нужно. Я заказала пум-поны на Алиэкспрессе. Вот такая макушечка. Сейчас покажу, как я ее ношу. Я ее не строго по голове. Мне нужен этот резерв, чтобы убрать волосы, чтобы они не торчали. И вот такая вот шапочка. У меня просто куртка с искусственным мехом. И она очень похожа на вот этот цвет. И она у меня перекликается. Прикольно. В общем, вот так вот. Мне нравится. И цвет мне нравится. Хорошенький. И варежки мне тоже очень нравятся. Сейчас покажу. Вот. Здесь я просто набирала простым. У меня ничего не стягивает. И очень даже удобно. Здесь, значит, резинка идет. И дальше рисунок. Вот. Вот так. Здорово, да? Прикольно. Тоже. Тут ушло... Ну и даже немного ушло. Совсем немного. Расход небольшой на шапку. Наверное, ушло где-то полтора мотка. Это еще с ранами. А здесь, ну, тоже где-то полтора мотка на варежки. Ну, они примерно одинаковые к расходу. Вот. Это, значит, вот это. Потому что варежки у меня были старенькие, такие сиреневые. Я их вязала. Они у меня уже истрепались. Ну, потому что пряжа не очень хорошая. Я начинала с недорогой пряжи. Вязала что-то себе. И она быстро выходит из строя. И ее, конечно, эти изделия выбрасываются. Я уже поняла, что если ты хочешь вещь какую-то на долгие годы, на пряжи экономить нельзя. Но не всякая дорогая пряжа тоже хорошая. Поэтому лучше, наверное, взять несколько моточков, проверить на каком-то изделии. Вот лучше на варежках, потому что они такие самые трепучие. И их стирается, они стираются часто. Поэтому если варежки будут в потребном виде сезона 2, то я думаю, пряжа хорошая. И стоит ее покупать на что-то большее. На свитер или что-то еще. Но вот этот як, я уверена, что он хороший. Я уже свитер связала. Он у меня просто в замечательном виде. Я его обожаю. Я его одеваю только на сильные морозы, потому что он очень теплый. Кстати, видео на канале, как я его вязала. И небольшая такая словесная инструкция, так скажем, у меня на канале есть. Ссылку оставлю внизу. Еще я связала. Конечно, он в ниточках весь. Я его, вот, ну как, связала-то я его давно. А вот, чтобы доделать, ниточки убрать, это, конечно, долгая история. Я решила связать своей дочке шивной свитер. Ну, думаю, 4 года уже ребенок не так быстро растет. Можно что-то такое основательное связать. Но я поняла, что все-таки еще, я не знаю, до каких лет, но ребенку надо вязать, наверное, регланом. Не очень мне понравилось, как сидит на гуське, на моей. Но, в принципе, он хорошо тянется. Почему еще я именно хотела шивной? Потому что это пряжа Би-Би-Би. Там есть акрил и ангора. Нет, не ангора. Не помню. Давно вязала, не помню. Поэтому я вам все подпишу. Она немножечко так пушится, но совсем чуть-чуть. Сейчас я вам покажу рисунок. Рисунок тоже покажу, из какой книжки, какой номер, там, получается, видите, разные косы, они чередуются, и получается такой интересный эффект. Вроде простая коса, а в то же время непростая. Вязалась по прямой здесь вот на рукава. В общем, окат, потом рукава, плечевой скос тоже был, обработка горловины. С горловины я что-то мучилась, мучилась. Что-то мне все не нравилось. То мне казалось, что он жмет, то он маленький. В общем, я как-то тут закрыла петли, но мне не нравится, как я закрыла. Скорее всего, я буду переделывать закрытие петель. Поэтому он у меня и лежит. Я эти кончики не заправила. Здесь я сделала длинный рукав, чтобы его подворачивать. Ручка будет расти, и по мере этого будет рукав в пору. Из-за того, что пряжа такая вот очень шелковистая, она такая вот скользкая, она очень нежная, вязать регланом я не решилась, потому что он бы очень растянулся. Тем более у меня, ну, я не знаю, как другие дети, может быть, все. Моя дочь как-то так снимает, что аж прям все у нее перекручивается, она его так растягивает, что просто, да, нельзя. Поэтому я поняла, что если реглан, то реглан долго не проживет. Вот. Поэтому как-то так. Я покажу сейчас поближе. Я делала точно так же, как вот на топике на своем. Вот здесь вот. Вот так вот закрывала. Потом просто на топике я вот так вот делала. вот здесь поднимала петли, здесь поднимала, потом они соединялись в одну. И там я просто закрыла. Здесь я просто продолжила и сделала резинку один на один и ее закрыла. Как-то так. Крючком. Уже не помню, как закрыла, но мне что-то не нравится, как я закрыла. Я что-то хотела побыстрее закончить, а потом мне не понравилось, как я его это сделала. Потом она у меня лежала с этими нитками. Уже пора его носить вовсю. А она у меня лежит вот в таком виде. Ну, он такой вот, посмотрите, он такой вот широкий, из-за того, что косый, из-за того, что это простой такой силуэт, то я надеюсь, хватит его года на два, на три. Я надеюсь. В общем, как-то вот только горловина меня раздражает. Да. В общем, вот такой свитер. Напишите, как вам изделие, которое я связала, что вам понравилось, что не очень, чтобы вы... Кстати, посоветуйте, как мне лучше сделать горловину, хотя вот так вот, да, вот так вот, она довольно широкая получилась. Ничего, голова не застревает, это самое главное. Спинка у меня немножечко подлиннее получилась, вот я специально ее сделала. Вот. Нитки тоже ушли все. У меня, кстати, вот этот год я решила подбить все свои запасы, все их, в общем, сделать уже все изделия, все уже связать, чтобы эти мотки мне не лежали. Мне очень хочется много чего попробовать новенького, а попробовать я не могу, потому что у меня весь мой склад этой пряжи забит. Нужно срочно все извязать, начинать носить и пробовать что-то новенькое. Вот, так что я сажусь на диету вязальную, точнее, покупательскую диету и буду все извязывать, пока все не извяжу, ничего себе нового покупать не буду из пряжи. Но это на словах, а как будет на деле, я не знаю. Вот, по-моему, наверное, все. За год это маловато, конечно. Но еще были варежки какие-то кому-то ввязались, я не знаю, почему, но варежки у меня что-то очень много идут. Я кому-то вяжу варежки, носки как-то нет. Я смотрю, все вяжут носки и их полно, а у меня что-то они не вяжутся никак. Не знаю, хотя я умею вязать, я уже вязала носочки. Вот, в общем, вот такие вот дела. Скорее всего, это все, может быть, я что-то и забыла. Вот, по инстаграмму я по-своему посмотрела, вроде все. Вязалось на самом деле очень много всего, но не все получалось. Я вязала сумку зеленую из хлопка с акрилом, у меня какие-то остатки были. Я решила сделать сумочку, потом она у меня почему-то не получилась, она у меня вот вытягивается по-всякому, хотя спицы я взяла намного меньше, чем рекомендую, чтобы было поплотнее, но все равно, в общем, как-то она у меня не получилась, она у меня где-то просто валяется. Вот, потом что-то еще вязалась, распускалась, вязалась, распускалась, и как-то в итоге, в итоге то, что мы видим, свитерочек хорошо есть, то, что необходимость в чем-то есть, оно, в принципе, связывается, а в том, что необходимости нет, просто как-то эксперимент, что-ли проводишь, они как-то не получаются эксперименты. Вот для меня вязание это такой способ, наверное, выражения себя, и мне хочется, в общем, весь свой бред в голове вынести в вязку, в общем, не знаю, никогда не интересовалась модой, никогда не хотелось выглядеть на пике моды, популярности и всего остального, но вся моя фантазия, какая у меня есть в голове, все мое, наверное, творчество, которое вообще существует во мне, оно выражается вот в вязании, в вышивке такого сделать нельзя, ты идешь строго по схеме, а в вязании можно придумать что-то свое, и, наверное, этим оно и прекрасно. синий, синий, не знаю, ничего, ничего, ничего. Продолжение следует...